Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что у вас происходит. Вы стали очень отрывать, видно, что на эмоциях, видно, что действительно у вас серьезные проблемы, значит, вы пишете проблемы с нервами. Не знаю, что со мной происходит, все и все в доме раздражают. Кричу, у нее ребенка, потом плачу, жалею. Только сам неспокойный, наводит, два с половиной годика. Так, во-первых, в каком моменте вас началось все раздражать? Старайтесь определить точку черта. Вот, если вы чувствуете, что вас раздражает, значит, вы находитесь в постоянном нервном напряжении. Если нервное напряжение, оно обусловлено тем, что вы, по сути, не отдыхаете. То есть, у вас нету точки расслабления, что бы позволило вам релаксировать свои силы. Релаксировать вам свою энергию, релаксировать вам свое душевное равновесие. Дальше. Кричите, пьете ребенка. Ну, вы знаете, бить ребенка, это, конечно, очень опасно, потому что, ну, что бы ребенок ни делал, применять умное насилие, значит, действительно разрушать его, не психологику, а разрушать его психическую организацию. И я понимаю вас, я не обвиняю вас, я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вам нелегко, но и вы тоже постарайтесь понять, что каждое насилие, которое вы совершаете над ребенком, оно потом даст о себе знать уже, как бы, в будущей жизни ребенка. То есть, когда она станет взрослой, когда она станет большой, когда она может сама устраивать свою жизнь, у нее могут быть серьезные проблемы с, ну, с выстраиванием отношений, с, ну, по сути, можно сказать, совсем. У нее будут проблемы. То есть, бить ребенка, это, вообще говоря, под запрет. То есть, если вы действительно не можете совладать с собой из-за того, что у вас постоянное нервное напряжение, то я мог бы, я настоятельно рекомендую вам, как бы, вот, подумать над тем, чтобы, как бы, организовать свой отдых, организовать свою релаксиацию для того, чтобы все-таки ребенок не страдал от того, что у вас неверно налажено расслабление, неверно организован массу. Это то, что касается бития. То есть, еще раз, надеюсь, вы правильно меня здесь поймете. Вам категорически нельзя применять физическую силу к ребенку, потому что это существенно вредит его здоровью. Надеюсь, что этот момент я смог до вас донести правильно. Нельзя до ребенка бить. Что бы ни случилось, что бы там ни было, какие бы проблемы не происходили, бить ребенка нельзя. Значит, дальше то, что вы пишете в своем вопросе. Ребенок сам не спокоит. А, еще пишите, что плачете и жалеете. То есть, у вас нету постоянства в поведении. То есть, вы накричали на ребенка, вы на него наорали, возможно, вы его даже ударили, а потом, что произошло потом? Потом вы немножечко поменяли свою, может быть, точку зрения, вы стали его зашалить, а для ребенка это не совсем понятная ситуация. То есть, он может, вообще-то говоря, даже не отдавать себя жертвам. Например, почему его, вот, почему его, например, минуту назад его ругали, минуту назад его, можно сказать, били, а через секунду уже его жалеют. То есть, ребенку понять этот момент будет очень сложный. И вряд ли вы как-то, ну, донесете до него, сможете донести до него эту мысль. Потому что, ну, объяснить это маленькой-маленькой девочке не представляется, возможно, совершенно никак. Дальше вы пишите, значит, ребенок сам себе нестокойный, доводит два с половиной годика. Муж тоже не справляет. Ребенок неспокойный, почему? Сейчас связано на его неспокойствие. Значит, на его неспокойствие, на его гиперактивность влияет ряд факторов. И, в первую очередь, вам нужно понимать, что два с половиной годика ребенок уже может, в принципе, отдаваться наедине с собой, вам нужно оставлять его наедине с собой, чтобы он, то есть, ребенок, учился занимать себя сам. Вообще говоря, это очень важно. Вообще говоря, это, наверное, даже одно из самого важного, что я вам хотел бы донести. То есть, ваша ошибка, она заключается в том, что вы, ну вот, по какой-то причине не оставляете ребенка одного. То есть, вы не даете им возможности попыть наедине с собой. Отсюда, соответственно, у него, возможно, я говорил, возможно, специально, потому что не очень, ну, как бы, из вашего вопроса, не очень понятно, прав я или нет. Потому что, ну, довольно, есть риск того, что я могу ошибиться. Значит, ребенку, ребенку вы не позволяете быть наедине с собой. Из-за этого он чувствует постоянную вашу опеку, постоянное ваше присутствие, и вследствие чего, ну, у него может выработаться как раз невозможность находиться и преодолевать самому себе, что, естественно, не может не влиять на него негативно. В этом направлении я тоже рекомендовал бы вам немножко подумать в этом направлении, я бы тоже рекомендовал вам поработать, поразмыслить, может быть, что-нибудь для себя вы, ну, какие-то ошибки вы бы для себя, может быть, почерпнули бы. Далее, пожалуй, дальше вы пишете следующую вещь, значит, что сама вы беременны вторым малышом на первом, на седьмом месяце. Хочу навредить первой дочке, не хочу ее читать, бить, но не могу, значит, когда она просто лежит и ерзает на месте, или когда спит, я просыпаюсь, ее звук, ее соски, у меня все нервы поднимаются, не знаю, что делать. Я ее очень люблю, но боюсь сама навредить ее психике, психике. Она гиперактивная, сама нервная, вообще ее психологу с ней занимается, она иногда бывает невыношимой, будь то бы чешой, я не в силах у них, я уже сама не в силах, что делать. Вы знаете, я не знаю, конечно, зачем вы выводите ее к психологу, если, какова цель, но если вы ее выводите к психологу, значит, наверное, психолог отдает себе отсчет в том, что он делает, а вам нужно подумать по большому счету о себе и, может быть, самой обратиться к психологу точно для проработки именно вашего отношения и вашего поведения, потому что, ну, непонятно, например, какие отношения с вашим мужем. Непонятно, как вы организуете свой доступ. Понятно, что вы сейчас беременны и вам нужна помощь. Почему муж не сдравляет с двухлетней дочкой, тоже не очень понятно. В общем, вы, наверное, знаете, что вам это выговорится, я думаю. Как обстоят дела у вас с близкими родственниками, которые могли бы вам помочь, как обстоят дела у вас с друзьями, как обстоят дела у вас с другими социальными ролями, то есть с отношениями, отношениями с вашими родителями, с друзьями, да, так вы, вот, вообще, принадлежите ли вы себе, делаете ли вы что-то для себя, хотя бы полчаса в день желательно бы бывать соединять с собой и посвящать это время только себе. Для вас это категорически важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Вообще говоря, вам лучше бы выбрать эксперта и приватно обсудить, вот, может быть, в течение двух-трех-четырех консультаций, просто блудить поддержку, наметить проблемы, потому что пока это только следствие. То, что вы описываете, это не сами проблемы по себе. И если наметить проблемы, то, что можно будет тогда говорить, как их решат, потому что, ну, пока мы столько гадать, что доставляют вас так себя вести и мало информации для анализа. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok